Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. И сегодня суббота, 10 декабря, и мы с вами прочитаем отрывок из послания апостола Павла к Галатам, 1 главу с 3 по 10 стих. Вот как звучит этот отрывок в современном русском переводе. Благодать вам, и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа, отдавшего себя за наши грехи, чтобы освободить нас от власти этого мира, в котором царит зло, и тем исполнившего волю Бога нашего Отца. Ему слава во веки веков. Аминь. «Диву даюсь, что вы так скоро отступились от того, кто призвал вас по своей великой доброте и решили следовать какой-то иной радостной вести. Нет иной вести. Есть люди, которые сеют у вас смуту, желая извратить весть о Христе. Но если кто-то возвестит вам весть отличную о той, что была возвещена, даже если это буду я сам или ангел с неба, да будет он проклят. Я уже говорил раньше, и теперь повторяю, всякий, кто возвещает вам нечто иное, чем то, что вы получили, да будет проклят. Чего я добиваюсь, одобрения людей или Бога? А может, я хочу угодить людям, но если бы я хотел угодить людям, я не был бы слугой Христа». Так, братья и сестры, мы с вами в день субботника, как это бывает, переносимся на несколько посланий раньше, и в данном случае попадаем в самое начало послания к Галатам. И вот здесь, в самом начале первой главы, Павел в начале, действительно, если мы почитаем с первого стиха, мы видим, это момент отстаивания своего авторитета апостольского. Видите, от Павла, ставшего апостолом, не по решению людей, не благодаря человеку, но благодаря Иисусу Христу. Вот, и дальше идет у нас вот это приветствие, так называемое прескриптум. А дальше мы знаем, что обычно идет проэмми, благодарение за адресата. Но здесь Павел нарушает, как бы, вроде бы привычную последовательность этого формуляра. На самом деле он тоже пишет нечто, но это нечто не благодарение, а это, скорее, возмущение, непонимание, внутреннее такое вот кипение, можно даже сказать. В современном переводе это передано таким живым словом, живым выражением. Диву даюсь, да, удивляюсь, просто не могу понять, что вы так скоро отступились от того, кто призвал вас по своей великой доброте и решили исследовать какой-то иной радостной весть. Иисус Павел не понимает, как. И на протяжении всего послания к Галатам он пишет, что я вот вас, когда его увидел, когда он проповедовал, вы же меня так приняли радостно, помните? Он говорит, вы бы даже глаза готовы были свои мне отдать, да, видимо, у Павла все-таки были больные глаза, и кто-то, вот из особо таких людей, кто полюбил Павла, хотели вот поделиться с ним своим хорошим зрением. И Павел, конечно, пишет со всей горячностью, со всей такой вот пылкостью своего темперамента. И здесь то же самое. Диву даюсь, не понимаю, как вы отступили от того, что я вам рассказывал, и обратились к какому-то иному благовествованию. И вот он пишет, нет иной вести. Есть люди, которые сеют у вас смуту, желая извратить весть о Христе. Если кто-то возвестит вам весть отличную от той, что была возвещена, даже если это буду я сам или ангел с неба, да, будет он проклят. Я уже говорил раньше, и теперь повторяю, всякий, кто возвещает вам нечто иное, чем то, что вы получили, да, будет проклят. Ну, да, будет проклят звучит так очень ужасающе, но здесь речь идет об анафеме, да, анафема – это значит отлучение от общины. То есть выделение человека за границы церковной общины. Ну, то есть это просто обозначение того, что человек верит и проповедует не так, как верит и проповедует сама община. То есть Павел обосновал церковь в Галатии, и он настаивает на том, что если кто-то приносит другую радостную весть, другое понимание, то он должен оставаться за пределами церковной общины, по крайней мере, в Галатии, потому что она уже приняла радостную весть, она уже имеет свое понимание, и поэтому всякий, кто приходит и пытается навязать что-то свое, пусть остается за ее оградой – анафема. И, если интересный момент, сказано, что «весть отличную того» или «всякий, кто отвечает вам нечто иное», вот эти два выражения, а на самом деле в греческом тексте и, можно посмотреть, в славянском, который является калькой из греческого, стоит немного иное слово. В общем-то, здесь и синодальный перевод не передает точно, что имеется в виду, потому что в синодальном переводе тоже мысль такая, если кто-то вам будет проповедовать что-то другое, что-то иное, чем мы, ну здесь то же самое, да, что-то отличное или нечто иное, то в славянском тексте мы помним стоит слово «паче», то есть если кто-то вам будет проповедовать «паче того», и что мы вам проповедовали, «паче», если вы помните, означает «больше». То есть если кто-то будет вам навязывать еще что-то помимо того, что мы сказали, вера в Иисуса Христа, спасение по вере, по благодати, через крещение, если кто-то будет наставлен на чем-то большем, на соблюдении закона Моисея, на обрезании, на соблюдении субботы, еще на чем-то, тому анафему тот да будет отлучен. Ведь все послание Павла пронизано именно этим, и концовка этого послания мы не так давно ее читали. Помните, пусть меня никто ничем не обременяет, я слуга Христов, я только Христу служу. Все эти ваши законы, уставы, ветхозаветные, да, утратившие свое значение, не надо меня ими обременять. И здесь та же самая мысль. Не надо христианам, которым я проповедовал, говорит Павел, да, вот вам, галатийским христианам, не надо навешивать на себя еще какое-то иго и ермо. Если кто-то решит вам еще что-то большее проповедовать, да, навесить на вас какое-то большее иго, какие-то большие принципы, законы, уставы, тому анафема пусть уйдет, да, пусть выйдет за пределы вашей общины и не смущает вас, да. И дальше последний стих сегодняшнего отрывка. «Чего я добиваюсь, одобрения людей или Бога? А может, я хочу угодить людям? Но если бы я хотел угодить людям, я не был бы слугой Христа». Очень важные слова, братья и сестры, потому что действительно Павел находился в очень таком щекотливом положении. И на самом деле со времен Павла любой миссионер, который по-настоящему стремится к тому, чтобы рассказать каким-то, может быть, людям, которые никогда о Христе не слышали, Евангелие находится в каком-то состоянии определенном действительно такого раздрая, и как бы сказать, он между своими и чужими, он и как бы среди своих как будто чужой, и среди чужих он не свой, да, между молотом и наковальником. Что имеется в виду, братья и сестры? А то имеется в виду, что с одной стороны он приходит, вот, скажем, Павел приходит к язычникам и начинает им проповедовать о Христе, и там он пока еще не свой, да, там ему приходится преодолевать какие-то препятствия, вопросы, недоумения и прочее, да. Ему и там тяжело среди язычников, и среди своих ему тоже тяжело, потому что ради того, чтобы проповедовать язычникам, Павел, скажем, отказывается от обязательного обрезания. Он, получается, и среди своих становится чужим, потому что ему нужно построить этот мост. Но с одной стороны моста, его собственные единоверцы, бывшие и даже нынешние, которые все равно не хотят отказываться от преимуществ в виде закона Моисеева, да, иудействующие христиане. То есть с этой стороны этого мостика они Павла трясут и говорят, как ты можешь говорить о необязательности обрезания, разве можно так? А с другой стороны мостика находятся язычники, которые еще вообще мало что понимают, и с которыми тоже нужно очень много общаться, много их учить, много им пояснять. И получается, что и там, и там человек не имеет, так сказать, пристанища, не имеет, где голову преклонить, потому что он должен построить этот мост, да. Павел об этом и пишет. Я не одобрение людей-то пытаюсь заслужить. Я не людям хочу угодить, я хочу, чтобы весть о Христе пришла в языческий мир и буду за это получать, как говорится, столько, сколько надо, потому что я вижу в этом свое призвание, говорит Павел. И вот любой миссионер, а в современном мире есть нечто схожее с той ситуацией. Есть окружающий языческий мир, есть традиционная религиозность с множеством тоже всяческих человеческих преданий, которые с веками образовались, да, в той или иной традиционной религии, и они есть в определенной степени, может быть, и, если мы честно посмотрим, и в православной традиции. И вот построить мост между этим, да, где, с одной стороны, тебя свои же покусывают, говоря о том, что как ты можешь считать эти вещи необязательными, а с другой стороны, язычники, которые тоже отторгают, они не хотят принимать весть о Христе, а ты хочешь им рассказать. Так что вот эта фраза, этот дух Павла в целом, он, конечно, пусть будет укреплением для любого миссионера любых времен. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы сегодня с вами читали отрывок из послания апостола Павла к Галатам, 1 главу, с 3 по 10 стих. Также напоминаю необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великая отрада и утешение наставления. Храни вас всех, Господь! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова